22 июня это еще и главный мотив поднявшей народы на смертный бой с фашистской силой темную, гимн «Священная война». В чем феномен раскатистого марша, который настроил нации на победу? И почему Бухенвальский набат заставил мир молчать? Наш обозреватель Лидия Заблодская проанализировала военные шедевры вместе со специалистами. Самая страшная овертюра в мире – это грохот снарядов на рассвете 22 июня 1941 года. Ее хаотичную и не по канонам разрушительную сочинили фашисты. В советской стороне конкретно творческой интеллигенции нужно было в кратчайшие сроки изобрести свое музыкальное оружие. И вот четвертый день войны – 26 июня. Тогда на Белорусском вокзале среди всеобщей мобилизации и женского плача лишь одно собирало дух – махина в три сотни тембров. Ансамбль красноармейской песни и пляски имени Александрова призвал встать на смертный бой. Сиялость благородная, стипает, как сломать идет, война народная, священная война. Эти стихи буквально за ночь написал поэт Лейбедев Кумач. Тот самый, который сочинил легендарное «Нам песня строить и жить помогает» – его лозунг для фильма «Весолая ребята». В июне же 41-го заказ не коммерческий, а зов социальный. Песни, они служат моментом, как бы сказать, воспитания, понимаете, человека определенных чувств, понимаете. Вот, они вызывают эти чувства, вот, и, конечно, переоценить их значение невозможно. Но эта музыкальная мотивация звучала из каждого рупора не сразу, ведь пелась не о молниеносной победе, а о тяжкой битве насмерть. Но когда в Гермах захватил Калугу Ржев и Калинин в октябре 41-го, советское руководство пускает в активную ротацию эту тяжелую маршевую артиллерию. Каждое утро вскипала ярость благородная со всех приемников сразу после кремлевских курантов. Призыв к мщению, призыв к защите всего родного, что есть у каждого человека. Это родина, это семья, это жизнь, это совершенно фантастическое слияние мощи музыкального драматизма и текста. Даже слово «текст» здесь не подходит, это клятва. А летом 1958-го, когда эмоциональные нарывы после войны только-только стали заживать, по радио сообщили. На месте концлагеря в Бухенвальде возвели башню, на ней колокол, набат которого станет молитвой в память об уничтоженных жертвах. Известие услышал фронтовик и беспартийный еврей Александр Соболев и написал стихи за два часа. Люди мира, на минуту встаньте, слушайте, слушайте, буди со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде, колокольный звон. Увы, советские поэты-песники назвали молитву мракобесием, а худсовет Всесоюзного радио и вовсе бросал стихи в урну за отсутствие в них смысла. Прозвучать на весь мир ей помог лишь случай, когда ЦК решает включить песню в репертуар студенческого хора Уральского университета. С ней поехали на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, и в австрийской Вене там мир замер, когда услышали. Феномен и специфика этой песни состоит в том, что это не колокольный звон, это настоящий набат, и это не торжество. Это, конечно, такой призыв спустя некоторое время. Вот как бы очинитесь, не только вспомните, но не забывайте о том, что было. Весенний ветер над Невой принес эту песню на советские экраны в 60-м, а через три года ее пронзительно исполняет Муслим Магомаев на Голубом огоньке. Автора стихов не афишировали, а сама же песня вышла тиражом в 9 миллионов пластинок. Так сотни тысяч заживо сожженных выстроили в шеренги к ряду в ряд и призывают быть зорче втрое и сегодня. Девушки отдыхают.